Продолжение следует... ...правительство приняло решение идти на досрочные выборы и какую роль в этом процессе могут играть курды. А потом немножко расскажу о ситуации в Ираке, в Сирии и в целом своё видение на решение данной проблемы. Значит, почему в Турции досрочные выборы? Есть экономические, есть политические процессы, почему это происходит? Во-первых, экономические проблемы. Какие они? В первую очередь, внешний долг, который на сегодняшний день составляет 450 миллиардов долларов. 180 миллиардов из них надо тут платить в ближайший год. А резервы Центробанка меньше 40 миллиардов. И в таких условиях, к сожалению, после поднятия процентной ставки Центробанком США, деньги, которые мы в Турции называем горячими деньгами, вернулись к себе домой. Одновременно перекратился поток инвестиций со стран Персидского залива. Следовательно, в таких условиях, хотя экономический рост в Турции в среднем за последние годы один из лучших в мире, но практика показывает, что если нет достаточно собственных средств, это не всегда хорошо. А в политическом смысле ситуация тоже сложная. Как мы знаем, Турция переживает очень непростые отношения с Соединенными Штатами, в том числе и Евросоюзом. Недавний доклад Евросоюза по Турции был худшим республиканским в истории наших отношений с Европой. Вот. И в таких условиях, конечно, дольше ситуация напоминала затыщие перед бурей. Кроме этого, справедливости ради надо сказать, что есть определенные успехи в сирийском направлении, благодаря хорошим отношениям с Россией. Но они тоже, на мой взгляд, с непонятными перспективами. Потому что есть серьезные противоречия с США. И я бы не называл идеальными наши отношения с Россией тоже, потому что тоже есть существенные противоречия. Первое главное противоречие – это Асад. Будет ли Асад дальше или нет? А второе противоречие – это все-таки положение курдов в Сирии. И Россия предлагает, насколько я понимаю, и готова принять решение в таком виде, если у курдов будет автономия. Насколько я понимаю, и не против даже федерации, но считает, что это дело уже самых курдов и Асада, и зависит от их будущих переговоров. Но в любом случае есть противоречия. Это в таких условиях Турция идет на выборы. И самое интересное, скорее всего, голоса курдов будут определяющими. Почему? Потому что голоса, которые за Эрдеганом, около чуть больше, наверное, 40 процентов и оппозиция, с той же главной оппозиции. А вот у курдов около, чуть больше, может меньше, но около 10 процентов, которые будут определяющими. За кого же они будут голосовать? Лидер Проковской партии находится в тюрьме. Кстати, его обвиняют в том, что он оскорблял Эрдегана. Не только он, многие руководители этой партии в тюрьме. Даже оппозиция, главная оппозиция, Народная Республиканская партия и другие оппозиционные партии считают данную ситуацию не совсем справедливыми. Но обнадеживает тот факт, что практически все главные партии оппозиционные в своих программах говорят, что решения курдской проблемы в Турции являются одним из приоритетов, если они выиграют. Это очень обнадеживающая ситуация. Но так же говорил Самер Даган всего лишь несколько лет назад. Он тоже таким же лозунгом, в принципе, выиграл предыдущие выборы. Не последние, не перед последние, а раньше. Поэтому и еще очень важный момент. Есть одна партия, Худапар, Прокурская, но они религиозные. Вот они тоже буквально на днях приняли решение поддерживать Эрдегана. Их голоса не такие большие. У них не много голосов, но все-таки это имеет значение. Но их поддержка больше выглядит как из-за принципа брак моего врага, мой друг, потому что, скорее всего, их сближается с Эрдоганом антикемиалистический подход. Хотя я бы Эрдогана не назвал антикемиалистом. Но это показывает, что часть курдов все еще надеется, что Эрдоган может решить курдские вопросы. Вот эта ситуация в Турции. В Ираке очень интересная ситуация тоже сложилась, потому что, как мы знаем, выборы прошли, но они прошли очень непросто, но результаты спорные. На первом месте Садр, на втором месте это движение Фетих, которое поддерживает Иран. Это хаш-группа, хаш-шаби, легализованном виде. Третье место тоже Шииты, а четвертое место Малеки. В целом, конечно, естественно, выиграла выборы, выиграли шиитские коалиции. Но очень интересный результат. Партия КДП, то есть демократическая партия Курдистана, во главе которой находится Барзани, как партия, то есть одна не в коалиции, а вот одна, выиграла, получила больше всех голосов. Это очень большой успех демократической партии Курдистана после референдума, который не совсем удачно закончился для них. Но кто выиграл выборы в Ираке, в целом это не так важно и никогда не было важно. В Ираке важно, кто умеет создавать коалиции. Вот это важно. Потому что было время, когда Малекист стал, прошлый, не прошлый, а позапрошлый, премьер-министр, его партия тоже не выиграла, но коалиция решила, что он будет премьер-министр. Вот сегодняшняя ситуация, опять-таки, непонятная. Скорее всего, у Курдов будет в парламенте около 50 депутатов, что есть. Хорошо, я точнее цифры не могу назвать, потому что буквально позавчера Конституционный суд Ирака час выборов отменил, результаты час выборов отменил, поэтому там ситуация не до конца ясна. Ясно то, что Курды активно участвовали в процессе выборов и, скорее всего, следующий президент Ирака тоже будет Курд, как это принято. Скорее всего, это будет, может быть, Хоши Арзабарик, бывший премьер-министр Ирака по национальности Курд. Может и нет, но в любом случае он будет Курдом. В общем, ситуация у Курдов в Ираке в целом вот так. А в Сирии? В Сирии вообще в целом в Сирии картина напоминает ситуацию после Второй мировой войны в Германии. То есть создались уже зоны влияния, как тогда было в Германии, тогда тоже было Франция, Англия, у всех своих зонах. И чисто теоретически, в принципе, Германия могла не развалиться. Но так как они между собой не договорились, развалилась. То есть есть сведения о том, что даже Сталин был против, чтобы Германия развалилась. Но суть не в этом. Такая же ситуация в Сирии. На мой взгляд, дальше уже говорить о единой Сирии очень сложно. Но что может быть, если все договорятся между собой? И в таких условиях, благодаря сотрудничеству с Россией, Турция вела свои войска, и в том числе те силы, которые поддерживают, поддерживаются в Турции на запад Ефрата. Раньше эта зона была зоной влияния России, зоной влияния России. Теперь этот регион контролируется Турцией. Есть в своем шахмат, который Турция тоже хочет взять под свой контроль, но пока ситуация там не совсем ясна. И второй очень важный вопрос, это город Мимдич, который контролируется американцами и курдами, но по последним сведениям Турция договорилась, что в течение месяца американцы оттуда выведут курские силы. Посмотрим, как все это закончится. Но дело вот такое. Сейчас главный вопрос в Сирии, кто будет контролировать зону Египет. Час Алеппо вплоть до границы Израиля. Вот основная проблема в этом все еще ситуация в Сирии и положение курдов в Сирии остается проблематичной и уравнением со многими неизвестными. в целом это все что я хотел сказать о ситуации курдов в этих республиках но я хочу о другом говорить немножко. Вот мы все позавчера мы когда начали нашу конференцию там выступали очень интересные уважаемые люди в том числе представители католической церкви Сирии представители мусульманского мира и все говорили о справедливости не было ни одного ученого и религиозного человека который не упоминал о факторе справедливости а ни один из них не говорила о проблеме курдов католический представитель католической церкви из Сирии полчаса нам рассказал о том что до появления американцев в Сирии все было хорошо у всех меньшинств были одинаковые права и так далее мне хотелось ему сказать вот русское выражение несмешительной тапочки когда там как еврейское неважно как там все было хорошо если будучи религиозным представителем духовозненства он ни одного слова о проблемах курдов не говорит представитель мусульманской велик тоже говорил о том что проблемы надо решить с точки зрения справедливости я напоминал ему 150 135 суре в Коране будь ты справедливый если даже это против вас и против ваших родителей молчание потому что когда речь идет о курдах все забывают о справедливости о религиозных ценностях о демократических ценностях о всех других ценностях почему потому что курдский вопрос он реально очень очень глобальный и важен как только этот вопрос выходит из бутылки придется всем переписать свои истории в регионы потому что все эти страны которые есть вокруг курдов их существование до сих пор обеспечено с идеологией отрицатель отрицатель курдского факта поэтому я хочу сказать что коротко заканчивая турбулентность на Ближнем Востоке все еще долго будет продолжаться и на мой на мое субъективное мнение без решения курдского вопроса этот турбулентность никогда не закончится но главный вопрос кому это надо решение курдского вопроса может быть таки надо просимать